Ну что, случилось то, чего мы все так долго ждали. Наконец-то в Киев поехали настоящие боевики. Не то, что там какой-то Ефремов или Тавакаул Абдулалаев. Реальные боевики, которые захватывали здание, избу, воевали на стороне ЛНР во время активной фазы конфликта. Вот он, в самом центре Киева, ресторан «Катюша» Сергей Корсунский. Это правая рука Болотова и лидер или командир армии Юго-Востока в составе ЛНР. Какая? Корсунского, бля, какая? Вот она. А там можно пообщаться? Здравствуйте. Как захватывалась СБУ в Луганске, расскажите. Да, нам очень интересно. Как вы с Валерием Болотом захватывали, может, расскажете. Мы постоим ничего, мы молодые. Так мы стоим будем? Ну, вы посидите, мы постоим. Народное ополчение та армия Певденного Сходу. Лидер остания Сергей Корсунский вчера. Ну, мы просто хотим стать именно федеральным, как бы, вопуганным. Мы уже дошли до той грани, когда уже, как бы, и назад дороги нет, после того, как мы сняли маски. И мы просто не хотим на дороге назад. Ну, условия даже те, которые вам предлагают, они нам не приемлемы. Там, сдать оружие там, и мы вас за это простим, там, и не подходим. Вы хотите действительно пообщаться? Ну, естественно, пообщаться, да, хотим. Ну, так и все, так и все. У меня ребенок прошел. Ну, у вас не задерживает девушка, извините, конечно. Что вы делаете в Киев? Как вы сюда попали? Я езжу здесь, регулярно бываю. После того, как захватывали СБУ в Луганске, воевали против вооруженных сил Украины. Написала ли бумага полиция, милиция, что нет никаких документов? Конечно. Что вы не причастны? Конечно. По чем бумага? Это по чем бумага? Ну, как если человек воевал на стороне ЛНР? Соратник Болотова? Нет, абсолютно. Убийца украинских солдат? Нет, абсолютно. Ну, что говорить? Почему глупости? Такую глупость не надо, должно звучать. Есть видео, где какого-то... А он уехал оттуда еще. А почему вы покинули Луганск, можете сказать? Там начались военные действия, мы с семьей уехали. А военные действия с кем? С карателями? Военные действия мы уехали, потому что там началась война. Уехали с семьей. У меня ребенок маленький, родной, поэтому мы уехали. Вы против военных действий? Вы против военных действий? А почему с Валерием Болотовым, захватчиком Луганского СБУ, Луганского АДА общались, делали совместные пресс-конференции? Я, ну, так и не делал военные пресс-конференции. Вы не делали? А кто делал? Болотов делал? Так вы их развязали, эти боевые действия, против которых вы сейчас? Уверены, потому что я не уверен. Ну, допустим, смотрите, вот фотография, да? Какими? Да, фотографии. Вот, где вы с Валерием Болотовым? И последствия сидите на пресс-конференции. Да, да, да. В военной форме вы сидите на этой фотографии. Естественно, там канал, вот, Россия. Объясните, почему вы сидите с Валерием Болотовым на пресс-конференции? Так я говорю, что я своими действиями развязывал военные виды. Вы скажите, какими с вами действиями? Какими? Вы саранник Болотова? Мы пошли в здание из Болова. Захватили его. Не было там российской. Не было российской. Это ваше вид. Это ваше вид. А вы считаете, там русский мир, да, там пришли людей спасать? Нет. Нет? Там изначально, там не было никакой российской. Да я луганчанин. И я луганчанин. Вы, по факту, забрали его дом. Когда захватывали, там пришлось уезжать. Когда вы, как захватывали, там все шестерка Ефремова и Болотова на тот момент, понимаете? Болотов и Ефремов никакого значения не было. Да вы что? То есть вы сейчас пытаетесь оправдать Болотова, что ли? Нет, я не понимаю. Что лучше, Болотов или Ефремов? Нет, абсолютно. Что вы делали с Болотовым, когда захватывало здание СБУ? Поддерживал Россию, агрессора. Сейчас сидит в Киеве, в кафе Катюша вот непосредственно, да, в центре Киева. И нормально себя чувствует. Я такими, я призывал российского агрессора на территорию Луганской области. Да вы на него работали. Почему вы же на этом агрессор? Как ты сказал? Помочь братскому народу. Я никому не призывал. Пожалуйста. А что? Молодые люди. Покиньте заведение, молодые люди. Ну как зовут? Меня Семен зовут. Семен, можешь присесть, выпить? На улице можете. Хотите, я вам расскажу о род своей деятельности? Я руководитель проекта Стоп Теро, который непосредственно борется с российской агрессией и сепаратизмом в Украине. А такие, как вы, развязали это все вначале, в Луганске, понимаете? Вы были поддерживали, вы были по-настоящему. Будете разбираться, они были вынуждены вызвать милицию. Вызовите, вызовите. Кстати, неплохо будет. Вызовите. Вызовите. Вы можете вызвать милицию? Не надо милицию. Вообще не надо. Видно, что этот боевичев немножечко затрухал и попросил свою подругу вынести из машины ребенка. Они там начали с ним какие-то манипуляции, друг другу его передавали. У меня ребенок, машине, пожалуйста. Мозле входа, понимаете? Ты захватил здание СБУ в Луганске, а потом сделал себе бумагу, чтобы тебе нет претензий. И дальше они по Украине. Бомба. Они где-то взяли для того, чтобы припрыживать. Ну, мы хотели бы бумагу посмотреть. Зачем нам ваша бумага? Дело в том, что сейчас Корсунский вместе со своей спутницей показывает нам обычный вытих из ЕРДР, в котором говорится, что на 02.15 на этого гражданина не было заведено никаких уголовных дел. Соответственно, вопрос не к тому, кто выдавал эту справку или подписывал какой-то замначальника Луганского областного УВД, который находится в Северодонецке, а к высшему руководству МВД, к Арсену Авакову, например. Почему такие известные личности разгуливают по Киеву и ни одного уголовного дела на них не заведено? Это, знаешь, разовое. А что вы считаете, что все, что в интернете выложено интернал? Ну, что, правда, это монтаж? Это же не было с Болотовым, мы закончили МСБУ. Да, был. Ну, а что вы там делаете? Это как подружат. Поряд ли развязать. Пошли ветераны АТО посмотрят это видео и сделают свой вывод. Все те люди, которые развязали военные действия у меня в городе, на самом деле они ходят и гуляют тут, в Киеве. Мне тоже искренне жаль, понимаете? Вам себя жаль? Нет, мне не себя жаль. Мне жаль своих земляков. Луганчат. Скоро мы здесь увидим и Болотова, и Мирошника, и Моторолу, и Ниве. Все понятно, но многих из этих, которых вы назвали, я тоже бы хотел здесь убить. Все с вами ясно. А если бы кто-то не начал бы военные действия, то сидел бы я дома у себя. Так вы же их начали. Ну, это ваше видение. Ну, я не стоял с Болотовым. Ну, так а я вам говорю, я... Я с ним не заходил, захваченную СБУ, не захватывал с ним административные здания. Ну, объясните, что вы делали непосредственно с Болотовым в СБУ? Молочек, ну, чего вы так вообще не хотите немножко попугаться? Были народные, как сказать правильно, митинги, восстания, да. И на этих митинах меня уполномочили. Кто? А кто уполномочил? Люди, общественные организации. Это общественные организации. Назовите хоть одну из этих. У вас с вашим скептицом, я не могу рассказать. Ну, вот я, допустим, да, я никого не уполномочивал. Тем более у вас. То есть кто? Волота уполномочил? Почему ты сам Волотов сидит в России? Он нигде не въездной нет. Так что он в этом не был причастен. Странно, что вы въездной. Мы по-моемущик. Я же в Киеве, я же не в Москве. Я ни разу не пересекал... Вот это и возмущает нас, что вы сидите в Киеве. Вы понимаете, вот реально это возмущает. То, что вы захватывали СБУ, проводили пресс-конференции, вы свободно передвигаетесь по Киеву, понимаете? И с мусорами уже все решено. Никто ничего не боится. Работниками милиции, я вас попрошу уважать, уважать мусорников полиции и работников милиции. Тех, которые вам дают справки, по эвакам, которые вы дают справки, это уже не дали конфликтов. То, что, я так понимаю, те силы, которые вы представляете, вы изначально не уважали. Не уважали вас, не уважали работников милиции, губернаторов. Вы знаете, что больше 70% Луганского СБУ перешло на сторону России. Менты, которые перешли с Луганска, около 80% также работают. Так хорошо, я тут этому рад. Вы извините, кто у вас неполномочен? Я этому рад, что не перешли. Короче, мы пацанам можно с передовой уходить, смысла нет все равно, все террористы здесь. Мысла вообще никакого нет в этих военных действиях, понимаете? Вообще, это я вам вам сразу хочу. В этих всех военных действиях смысл однозначно. Пошли. Что же, Семен, ты скажешь? По факту скажу, что СБУ нужно было заблуждать уголовное дело и таких товарищей задерживать непосредственно. Они должны это делать активисты и журналисты. Хотя я сам работаю очень плотно с СБУ непосредственно во всех этих вопросах, но такие инциденты это нонсенс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok